В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре задержан бывший вице-президент группы СОК Сергей Фанин. Об этом в заседании общественного совета сообщил начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Фанина подозревают в попытке мошеннического хищения более чем 10 миллионов рублей у Самарского общества с ограниченной ответственностью СКМ, развитию бизнеса которого, по данным следствия, он же и способствовал. За вознаграждение, по версии следствия, Фанин обещал содействие в получении фирмы госконтракта на ремонт дорог в Ульяновске. Но исполнить обещание вряд ли бы смог, так как уже не являлся должностным лицом, который в состоянии что-то официально решать в сфере дорожного строительства. Фанина задержали в момент получения денег. Он сейчас арестован. Все будут за это отвечать и сидеть. Неприкасаемых в этой истории не будет. И обращаясь ко всем бизнесменам сегодня, ведущим строительства и ремонта дорог и строительные работы по строению подрядов на территории Самарской губернии, мы очень внимательно занимаемся вопросами коррупционной составляющей. Более килограмма синтетического наркотика изъяли у членов организованной преступной группы, которая несколько месяцев торговала зельем на территории одного из городов Самарской области, где именно в интересах следствия пока не разглашается. Трое участников ОПГ уже задержан и дают признательные показания. В розыске находится организатор преступного бизнеса. Интересно то, что тайник с наркотиками располагался рядом с могилами на кладбище. Ежедневно оператор приходил на кладбище с цветами и конфетами, якобы для того, чтобы почтить память усопшего родственника. На самом деле забирал наркотические вещества и передавал их дальнейшим закладчикам. В данный момент возбуждено уголовное дело по чести 4 статьи 228 санкции статьи до 20 лет лишения свободы. Продолжают дальнейшие следственные действия. А схрон с крупной партией наркотиков обнаружили в одной из квартир в Самаре. Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела о торговле зельем. Его фигурантами стали более 10 человек. В итоге в съемной квартире, которая использовалась драгдилерами как склад, обнаружили почти 6 килограммов опасных для здоровья синтетических веществ трех видов. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по чести 5 статьи 228 хранения наркотиков в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Более 70 килограммов наркотиков отправили в печь. На одном из самарских предприятий уничтожили вещественные доказательства более чем по двум сотням уголовных дел, возбужденных областным управлением наркоконтроля. Их фигурантов, а это жители Самары, Тольятти, Сызрани и других городов и районов области уже приговорили к длительным тюремным срокам. Среди уничтоженных наркотиков героин, амфетамин, а большая часть 54 килограмма составила марихуана. Запретные плоды под пресс. Более 700 килограммов помидоров уничтожили. Овощи, выращенные в Турции, сотрудники областного управления Россельхознадзора обнаружили на овощебазе на улице Дальневосточная в Самаре. Никаких документов, подтверждающих качество товара, у предпринимателя не было. Кроме того, продукция попадает под эмбарго. Стрелок, который целый месяц не давал спокойно жить своим соседям, задержан после выхода сюжета нашей телекомпании. В Куйбышевском районе Самары неизвестный обстреливал окна квартир, машины и даже людей. Теперь он фигурант уголовного дела и ему грозит тюремный срок. Наш корреспондент расскажет подробнее. Жители Куйбышевского района, наконец, вздохнули с облегчением. Время, когда по утрам они подсчитывали убытки, причиненные неизвестным стрелком их собственности, осталось позади. На хулиганы не раз писали заявление участковому, но тот, ссылаясь на незначительный материальный ущерб, в возбуждении уголовного дела отказывал. Тогда с просьбой о помощи жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу телекомпанию. После выхода сюжета в эфир стрелок был найден. Вот вы знаете, вот теперь уже мы ходим и думаем, что никто пульку на нас не пустит. Вы понимаете? Это здорово. Спасибо вам. Дай бог вам здоровья, счастья, удачи. Ну вот, что в жизни прекрасное есть, пусть все у вас будет. Любовь Янаева стрелка забудет нескоро. В память о нем в окнах ее квартиры зияют шесть пулевых отверстий. Спасибо, конечно, вашей телекомпании, что вы все это осветили, что, как говорится, довели до людей нашу проблему. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Хулиганом оказался 20-летний житель дома напротив. По предварительным данным, здесь он снимал квартиру. Полицейские обнаружили у него дома пневматическую винтовку. В содеянном подозреваемый сознался. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции провели осмотр мест происшествия. В ходе работы на местах происшествия определили примерную траекторию стрельбы. Определили квартиру, из которой предположительно производились выстрелы. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли пневматическую винтовку. Любовь Янаева на этой неделе пойдет в РОВД давать показания. Женщина намерена требовать материальную компенсацию и справедливого наказания для нарушителя. Человек должен ответить по закону. По закону. Только то, что в рамках закона. И более ничего. Это как так взять и просто весь двор держать в напряжении в течение месяца. Это шуму непостижимо. Ну, посмотрим. Вот пойдем в РОВД, там все это будем смотреть. С ним, может, поговорим, если нам удастся. Если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские советуют быть бдительнее. В весенне-летний период по статистике увеличивается число квартирных краж в зоне риска и частные дома. В поселке Стройкерамика прошли плановые учения групп задержания отдела вневедомственной охраны. И лает, и кусает, а в дом все же пустил. Полностью надеяться на четвероногого друга и якобы крепкий замок не стоит. Как говорят домушники, профессионал взломает все. Так, по легенде, учение произошло и в поселке Стройкерамика. Со спокойной душой хозяева уходят из дома. Пока их не было, в гости наведался воришка. Считанные секунды и замок открыт. Так, по словам полицейских, происходит в большинстве случаев. На то, чтобы обчистить квартиру, грабителю хватит нескольких минут. Но преступник не учел одного. В данном случае дом под наблюдением отдела вневедомственной охраны. Срабатывает сигнализация. Ближайшая группа задержания в составе трех человек выезжает. Чтобы успеть задержать преступника, у полицейских есть несколько минут. Силовики обследуют периметр здания, а грабитель с чувством выполненного долга как раз собирается выходить. Несколько секунд и злоумышленник обезврежен только с начала этого года. Бойцы отделов вневедомственной охраны задержали почти 500 преступников, в их числе и квартирные воры. По данным полиции, пик квартирных краж приходится на весенне-летний сезон и силовики глядят в оба. Учения проводятся у нас еженедельно для того, чтобы повышать науки экипажей групп задержания. Отрабатывалась тактика подъездов, скрытых изучения, специфику домов, квартир, которые охраняем. Всего под охраной УВО в Самарской области более 23 тысяч объектов. Владельцам недвижимости полицейские советуют быть бдительнее и не пренебрегать защитой жилища, а по возможности установить сигнализацию. Но все же, если вы видите, как в ваш дом или к соседям лезет неизвестный, вызовите полицию 02 со стационарного, 020 с мобильного. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Продолжение следует...